Соперник с победой у нас, к сожалению, по исключению вратаря, выделить был, в общем-то, некого, да, ни бросков, ни пятак не горел, то есть были потери, не отправлены, то есть какая-то суета, равномерный итог матча. Не показалось ли вам, что соперник сегодня достаточно быстро так в среднюю зону преодолевал, чего, например, раньше Матолог не позволял соперникам? Когда тебе соперник позволяет играть, потери идут в постоянной средней зоне, конечно, перехватываешь и бежишь в атаку, что сегодня Динамо продемонстрирует. В предыдущем матче со Скани Вой было много бросков, много голевых моментов, как считаете, в сегодняшнем матче все было по-другому уже? Ну, безусловно, там 80 с чем-то бросков сделали, может быть, все отбросали в той игре, не знаю, сегодня, вместо того, чтобы бросить, мы искали передачу. Не знаю, почему так ребята отнеслись к созданным моментам. Хотя, если, да, ну, окунуться так в игру, начало игры было за нами, мы получили большинство подряд, да, по-моему, два удаления у соперника. Нужно было забивать, и игра сложилась по-другому. Ну, мы не забили большинство, Динамо отобронялось, и уже до гола шла игра, они забили от гола и победили. Ну, кто-то может посмотреть статистику бросков второго периода и подумать, что там за Динамо было полное преимущество, но у Металлурга вначале было третье большинство подряд, была атака 3 в 1, было попадание в штангу. В принципе, и по такой игре можно было во втором периоде Металлургу цепляться за счет и выходить вперед. Ну, безусловно, хотя игра, кто забьет до гола, кто-то выигрывает, ну, просто, не знаю, ребята создают, ну, большое количество моментов от штанги перекладины, то есть, ну, какая-то, я не знаю, в завершении их пока нервозность в руках присутствует, но много большинства, пока оно у нас не работает, да, есть над чем нам бы работать, да, чтобы подтянуть этот момент, и если мы будем забывать большинство, будет победа. Ярослав Игоревич, Ваш комментарий по матчу, как прошла сегодня игра? Я думаю, что сегодня один из лучших матчей нашей команды в плане содержания, особенно средняя зона, что мы попросили сыграть поплотнее соперникам. Ну, и хоть и пока реализация все равно страдает, все-таки два гола забили, потому что в предыдущей игре у нас было куча моментов, мы их не забили. Косаренко сегодня забросил свою третью шайбу в сезоне, поэтому показателю вышел на первое место среди нападающих, ну, и, в принципе, он уже забил в этом чемпионате столько, сколько у него в прошлом сезоне в завезде не было. Как вам он в целом в этом сезоне, ну, и отдельно по его игре сегодня? Я не хочу никак комментировать другой тренерский штаб, да, он был в другой команде, но мы немножко его, может быть, по-другому используем, используем его в сильные стороны, поэтому он здорово может вылазить из углов, и мы ему не запрещаем это делать, он бросает и лезет, поэтому своей активностью он, наверное, заслуживает какие-то моменты, которые сам создает. Степан Санников, опытный нападающий, провел сегодня второй матч, как он влился в коллектив, ну, и какие надежды вы залагаете на него? Вы знаете, это боец, прежде всего он будет, знаете, добавить нам такого мужского характера в раздевалке, потому что у нас много молодых ребят, и он работает на тренировке так, что на него можно посмотреть, как и за счет чего попадает КХЛ, поэтому это пример и в отношении на тренировке, до тренировки, после, то есть это парень, может быть, много он забивать не будет, но своим отношением он поможет ребятам взрослеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!